Партнер рубрики Пермская государственная фармацевтическая академия. Дополнительный набор на высшее и среднее профессиональное образование до 19 августа. Сложный вопрос. На самом деле грузчиком работал в строительной конторе. Самоделки называлось, по-моему, это было еще 16 лет, наверное. Ну, где-то вот как-то так. Я в четвертом классе календарики одноклассникам продавала. А потом как-то летом пошла к консультантам, где-то, наверное, после седьмого класса. И как-то вот так каждое лето старалась где-то работать. Газеты раздавал за 200 рублей. Ну, на это у меня уходило где-то часа четыре. Два дня по четыре часа. Вот 200 рублей. Мне, помню, за это давали. Лет 16, мне кажется, все сначала промоутерами там как-то листовочки раздают. Это самое простое. Неофициально то, что как бы принимают. Когда училась, заработала. Ну, на заводе, в общем-то. А потом уже отучилась. Нормально замуж вышла и работала. Это было в деревне. Я пас коров. Вот и заработал свои получку первую. Мне лет 11 было. Меня отец на работу взял. Я пошел. Говорит, что делать-то? Говорит, ну, поможешь что-нибудь. Я вообще ничего не понимал. Говорит, ну вот, короче, там велик стоит. Его надо, короче, обшкурить и покрасить. Нормально сделаешь, будешь подрабатывать здесь. Ну, в итоге за два дня сделал. Все нормально. Так работал. В лагере работала вожатая. Вот тогда заработала первые деньги свои. Я начала подрабатывать, когда училась в университете. С третьего курса. Соответственно, пошла на неофициальный заработок. И поэтому, поскольку он неофициальный, я бы не стала его раскрывать. Мне было лет 14, наверное, заработал их на стройке. Разнорабочим, там, вот принеси, унеси и так далее. В студенческом отряде. В советское время были такие моменты. Поэтому мы строили сначала какой-то свинарник. Сейчас забыла уже. Потом нас, ну, как бы, по воскресеньям председатель колхоза нас просил собирать клубнику. Ну, заработали очень хорошо, я помню, по тем временам. Прямо очень. Продолжение следует...